Добрый день, уважаемые коллеги! Если мы в 2015 году лечили всего трёх пациентов, то уже на июнь этого года число пациентов с негонадными локализациями геремногенных опухолей исчисляется девятью пациентами. Обычная локализация чаще всего, как Михаил Ильич говорил, это переднее средостение, и у нас 22 пациента из 34. Реже забрюшенное пространство, и мы наблюдали, особенно в последнее время, пациентов с первичным поражением головного мозга. На этом мы ещё остановимся дальше и покажем некоторые клинические примеры. По гистологическому типу в основном были не семеномы. Семеномы всего 4%, это 4 пациента, и из 34 это где-то 12% пациентов. Что хочется сказать? Сегодня уже Александр Константинович останавливался на этом вопросе. Конечно, нужно изначально больного обсуждать мультидисциплинарной командой. У нас каждый понедельник мы обсуждаем всех пациентов, которые появляются в институте, причём приходят у нас как врачи амбулаторной сети нашей поликлиники институтской, хирурги, химиотерапевты и врачи, которые занимаются диагностикой пациентов, это и морфологи, и рентгенологи, и вместе обсуждаем каждого пациента. И это приносит, конечно, определённую пользу. И тем не менее, видим, какие ошибки допускаются на моменте догоспитализации пациентов, и чего можно избежать. Я поэтому хочу остановиться в своём докладе на двух клинических случаях, которые являются достаточно показательными. Как правило, речь идёт о молодых пациентах, и первый пациент, ему всего 27 лет, у него опухоль герминогена несеменомная, забрюшинного пространства, он относится к группе неблагоприятного прогноза у пациента. В последующем я расскажу, у него был ответ, частичный регресс на фоне химиотерапии, и потом больной подлежал хирургическому лечению. Болезнь заманифестировала с болей в поясничном отделе позвоночника, в связи с чем он стал обращаться по месту жительства. Однако время достаточно затянулось, и первую компьютерную томографию органов грудной клетки и брюшной полости он сделал только через полгода. И, как видите, на компьютерной томографии грудной клетки у него выявлены были множественные очаговые изменения в лёгких, и заподозрен опухолевый процесс. На МРТ органов брюшной полости и малого таза выявлено большое, крупное, внеорганное забрюшинное образование, которое исходило из правой поясничной мышцы с оттеснением нижней полой вены кпереди. Причём были признаки тромбоза нижней полой вены и общих подвздошных вен, ишемия правой почки. И неблагоприятный такой фактор – это наличие изменений во втором поясничном позвонке, что и могло обуславливать в сочетании с большой опухолью в забрюшинопространстве болевой синдром. Изменений со стороны мошонки выявлено не было, и пациент был направлен к нам в институт. Ему сделана была трепан-биопсия образования забрюшинного пространства и обследован, конечно, на опухолевые маркёры. По гистологической верификации выявлено, что это герменогенная опухоль, причём не семеномная опухоль. Фенотип был наиболее характерен для опухоли желточного мешка. Опухолевые маркёры показали, что есть повышение бета-ХГЧ, альфа-фетопротеина, то есть эти типичные изменения, которые характерны для герменогенных опухолей. И пациенту практически сразу же после получения ответов опухолевых маркёров начатой химиотерапией по схеме БЭП. Но ввиду недостаточно быстрого снижения опухолевых маркёров в условиях, в рамках ААКИ, мы перевели пациента на химиотерапию по схеме ТИП, то есть с применением токсанов и фосфамида и цисплотина. Ему провели 4 цикла химиотерапии, и, как видите, на фоне этого лечения у него отмечалось снижение уровня маркеров бета-ХГЧ, альфа-фетопротеин снизился, но снижение его было не столь значимым. По сравнению с бета-ХГЧ оставалось повышенным, 127 единиц. Все остальные маркеры пришли в норму. И посмотрите, какие изменения произошли со стороны опухоли. До лечения слева снимок и справа уже после проведенной химиотерапии. Изменение, само первичное образование, оно уменьшилось в размерах, но оставался очаг в области тела поясничного позвонка, но появился склероз в его структуре и появление патологического перелома позвонки. Причем клинических проявлений, кроме болевого синдрома, который на фоне химиотерапии уменьшился, никаких проявлений не было. И принято было решение, что... Да, вот эти снимочки еще хочется показать. Компьютерная томография грудной клетки после химиотерапии видно, что есть регресс метастатических очагов. И осталось одно образование в области левого легкого, которое тоже с выраженным регрессом. И на мультидисциплинарной команде было принято решение о удалении забрюшинной опухоли с резекцией нижней полой вены. Понятно, что операция достаточно большая, и, конечно, она требовала определенной квалификации докторов. Но, тем не менее, принято решение, и наши доктора, наши хирурги отважились на такой путь. Провели операцию, гистологический материал показал, что выявлены были некротические массы, и жизнеспособной опухоли выявлено не было. В послеоперационном периоде было кровотечение, которое было купировано, и пациент в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара. Следует сказать, что после операции онкомаркеры нормализовались, нормализовались, и тот уровень альфа-фетопротеина, который был повышен, он перешел к норме. И в дальнейшем, после выписки пациента, согласовав дальнейшую тактику, мы планировали ему хирургическое вмешательство по поводу изменения метастаза ВЛ2. Вот здесь показан тот послеоперационный материал, который был удален, некротические массы в забрюшинном конгломерате. И после лечения, видите, данные компьютерной томографии грудной клетки, остаточные изменения в легочной ткани. Больной был проконсультирован травматологом-вертебрологом, и дано принципиальное согласие о возможности оперативного вмешательства по поводу изменений в поясничном позвонке. Но, однако, в феврале этого года у него был диагностирован забрюшинный абсцесс, который потребовал своего лечения, и он уже по месту жительства, пациент иногородний, подвергался операциям, причем операции пришлось перенести ему две. Сначала было дренирование брюшной полости из-за брюшинного пространства, а потом уже лапаротомия, санация повторной брюшной полости, редренирование из-за брюшинного абсцесса, что, конечно, отодвинуло сроки специализированной помощи. Что сейчас в настоящее время с пациентом? Конечно, та ситуация, которую мы сейчас переживаем в эпидемиологическом плане в связи с такой инфекцией COVID-19, многое, много что становится недоступно. И пациент остался сейчас под динамическим наблюдением, он был обследован в мае этого года на компьютерной томографии органов брюшной полости грудной клетки малого таза. У него признаков рецидива не выявлено, а тот очаг литической деструкции, который был, он остается без динамики. Мы по-прежнему планируем ему дальнейшее лечение пациента, и я думаю, что в ближайшем будущем он его получит. И следует сказать, что опухолевые маркеры остаются в пределах референсных значений, чувствуют больной себя хорошо. И какой мы можем сделать вывод, что, конечно, если говорить изначально, если бы этот пациент изначально обратился и было ему диагностировано то заболевание, над которым мы работали, геремногенная опухоль вне гонадная, конечно, прогноз был более благоприятным, и, возможно, течение самого процесса было не столь драматичным. Но и даже в таких случаях мы считаем, что мы добились очень хороших результатов, и благодаря, конечно, совместной работе как и химиотерапевтов, так и, конечно, наших хирургов, которые умело проводят операции и уводят пациентов из таких тяжелых ситуаций. И следующий больной – это пациент 35 лет, тоже больной иногородний. Следует сказать, что больше 70% пациентов приезжают к нам на лечение из других регионов. С одной стороны, это позитивно, а с другой стороны, конечно, здесь есть некоторые организационные сложности. Пациент тоже относится к группе неблагоприятного прогноза. Мы ему по тярости состояния начинали химиотерапию в монотерапии, сейчас мы остановимся на этом. Он тоже получил хирургическое лечение. К сожалению, сейчас есть прогрессирование процесса. Вот с таким образованием пациент обратился по месту жительства. Единственной жалобой у него была одышка. Молодой человек, достаточно крепкий, несколько остыничный, но никогда не болевший, у него появляется одышка. Причем она нарастающая. На компьютерной томографии доктора видят большое образование в области переднего средостения, которое больше 15 см в диаметре, и мелкие очаги, которые подозрительны на метастазы. Мелкий очаг в печени, который требует наблюдения. Что делают доктора по месту жительства? В первую очередь, конечно, когда уже сегодня говорил, Михаил Юрьевич останавливался на этом, с чем дифференцируем образование в средостении. Конечно, в первую очередь думаем о тех заболеваниях, которые потенциально излечимы. Это лимфомы, это герминогенные опухоли. Что может быть еще? Могут быть и другие, конечно, заболевания. Это могут быть симомы. И доктора делают биопсию, пытаются верифицировать этот процесс. Конечно, одна-вторая попытка не увенчалась успехом. Сначала была просто трансбиопсия опухоли, потом была видеотуракоскопия. К сожалению, были получены только клетки фиброзной опухоли и фибробласты. Окончательного иммуногистохимического ответа не было представлено. Почему-то на том этапе уровень маркеров не исследовался. И больной приехал к нам в институт вот уже с таким образованием, более увеличенным в размерах. И с атоликтазом левого легкого, с гидротроксом слева. Тромб в левой плечи головной вене, который распространялся в верхнюю полую вену. И подозрение, что, конечно, это опухоли, скорее очаг. Очаги в правом легком и надключичные лимфоузлы, подозрительные мендостазы. И очаг в печени требовал своего наблюдения. В институте у нас какая диагностика была проведена. Параллельно проводилась и биопсия опухоли, которая тоже, как и по месту жительства, не привела никаким результатам. И исследование онкомаркеров. И вот здесь, конечно, по их результатам был поставлен диагноз, что это герминогенная опухоль. Повышен альфа-фетопротеин больше 1000, повышен бета-ХГЧ и умеренное повышение ЛДГ. Больной к тому времени был в тяжелом состоянии. У него выраженная дыхательная недостаточность. Он нуждался, если не в посторонней помощи, то каждое физическое движение приносило ему ухудшение состояния. И поэтому проводить полноценную химиотерапию в таких случаях, конечно, не то что и нельзя, и не рекомендуется. Допустимо по клиническим рекомендациям проведение химиотерапии в редуцированных дозах до 40-60% дозы. И нами было принято решение, что в этой ситуации целесообразно проведение химиотерапии в монорежиме цисплатина. Мы провели один цикл химиотерапии. Какой-то был кратеросрочный эффект от лечения. И потом уже после новогодних праздников больной поступает. Проводим второй цикл химиотерапии по схеме ЕП без блеомицина по понятным причинам. Онкомаркеры несколько снижаются у него, но тем не менее образование в средостении, оно просто огромных размеров. Есть выпячивание опухоли на передней грудной стенке, у больного дыхательная недостаточность. И какой бы опухоль ни была доброкачественной, злокачественной, понятно, что она угрожает жизни пациентов. И здесь мы с хирургами уже обсуждаем вопрос по поводу удаления опухоли. Это просто сэлвиш-терапец, это редукция. И после длительных обсуждений наши хирурги все-таки решаются на такой путь. Хотя риск, конечно, оперативного вмешательства очень велик. И связан он с тем, что даже на первом этапе, когда дается анестезиологическое пособие, ввиду релаксации может быть остановка сердечной деятельности. Просто за счет с давлением и релаксацией опухолью сердца. У пациента, как видите, и фракция выброса левого желудочка была снижена максимально до 53, нижняя граница 49 была. Крайне снижена жизненная емкость легких. И, как я уже повторяю, принято решение. В феврале этого года больной был прооперирован. Наши хирурги, которым нужно отдать поклон, решились на этот путь. И Левченко Евгений Владимирович сидит со мной рядом. Да, это, конечно, умелец своего дела. Удаляют с коллегами опухоль, причем удаляют еще и тромб в левой плече головной вене. Операция была значительная, большая. И вот здесь представлен тот макропрепарат. Весом почти 4 килограмма, 3,8 кг, опухолевый тромб. И гистологически нам дают ответ, что это смешанная герминогенная опухоль с некрозами до 30% случаев. Причем здесь и тератомы есть, и опухоль желточного мешка, смешанная опухоль. И какой дальше путь? Конечно, после удаления такой опухоли пациент требует реабилитации. У него длительное послеоперационное восстановление. Наше желание продолжить ему химиотерапию осложняется различными моментами. У пациента появляются признаки пневмонии, причем это как раз когда уже начинает буйствовать COVID-19. Проходит отсрочка лечения данного пациента. И на этом фоне мы видим, что начинают расти маркеры. Причем и альфа-фетопротеин, и бета-ХГЧ. И мы понимаем, что, конечно, больной выходит, что он недолеченный. По виду, конечно, объективных абсолютно причин мы понимаем, что нужно пациента лечить. И только в той ситуации, когда были разрешены все моменты неблагоприятные, связанные уже с наслоением и вирусной инфекцией, и вот этой пневмонии, мы начинаем ему химиотерапию уже с ингпластином, и фосфамидом, и цисплатином. Пациент продолжает лечение. Я хочу показать на снимках, у него вот такая произошла динамика. В левом гемитораксе появилось образование, которое рентгенологи считают, что оно не таких уже и больших размеров, но оно существует и требует, конечно, своего дальнейшего лечения. Он себя чувствует больной удовлетворительно. Проводится сейчас ему второй цикл химиотерапии по своему ВИЭП. И что бы я хотела сказать, конечно. Мы проводим эту конференцию не для того, чтобы рассказывать, как нужно лечить этих пациентов, а чтобы еще раз доказать, что вот эти больные, они редки. 1% из числа всех опухолевых заболеваний. А среди герминогенных опухолей есть еще редкие ситуации. В том числе больные с гнегонадными опухолями, которые могут и должны лечиться только в специализированных учреждениях. Только такая команда, которая умеет лечить пациентов, может помочь данным пациентам. Поэтому то, что написано в практических рекомендациях, оно должно обязательно выполняться. Иначе мы, наверное, не сдвинемся с мертвой точки. И так и будем периодически хоронить молодых людей, которые могли бы жить. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.